Игнатий Тихонович, мир вам. Вот я зашел к вам с вопросами, хотя эти вопросы совершенно как бы меня не интересовали ничего, но весь интернет заполнен ими, и даже верующие реагируют. Вот вышел ролик по поводу жены Рамзана Ахматовича Кадырова, что у него две жены, там какие-то квартиры там у них, и этот ролик распространяется, и все обсуждают везде. Я даже не понимаю, зачем, что, но мне вот хотелось бы у вас спросить, как вот к нам к этому относиться, вот то, что такие ролики выставляют, вообще правда ли это, может быть это и ложь, как вы думаете? Ну правда-то правды, он и не отрицает этого. Ну как относиться? Можно и никак не относиться, а он там себе, я себе. У меня в квартире ничего не делается, кроме того, что было. Но тут надо смотреть так, поставлена задача сейчас убрать главу государства. А у него это один из приближенных, и они теперь не знают, он там какой-то в Хабаровске был против, фурзал там, кто он? И держали-держали, сейчас не знаю, что и делать с ним. Он и заболел, и я слежу за этим делом. А этот, близок ему. Я был неоднократно в Чечне, я нигде такого не встречал. Главное, проспект имени Путина. Это вообще... Ну что, что говорить? Я не скрываю о том, что когда я привожу в пример вот такой важности принятия законов, которые принимает Армзам Ахматович Кадыров. Вот он сумел так сделать, что смотрите, сколько времени нет ни взрывов, ни захвата заложников, ни все. Он знал, что делать. И в этом он бесценный руководитель. Ну, возьми по порядку, там, какие есть всю Россию. Кто это сможет задержать, когда специально целые отряды засылаются сюда, чтобы уничтожить? Он на перехвате. Ничего с ним не могут сделать. Открыто ходит, ездит на лошадях, там, на велосипедах. Он очень смелый. И он запретил аборты делать. У него все женщины в платочках. Ну, там есть-то, что посмотреть. Какой он православный комплекс, отстроил храм. Он сам ленточку перерезает. Вообще удивительно. Ну, а теперь он вторую жену взял. Она победила в каком-то конкурсе красоты. Главное, она ему понравилась. И вот теперь уцепились за это. А Путин-то про это знает. Ну, неужели же он не знает? Его спросили. А ему еще больше... Он сам ответил. Ему больше заниматься не с чем. Он будет нашими женами заниматься. Видишь? Шутки. Я говорю, они какой день празднуют? Пятница. Так они еще до субботы не дошли. Субботы это племя Авраама. А ему воскресенье. И поэтому спрашивать с него по каким-то законам нельзя. Потому что в них учение это разрешается. Притом он половину еще не выполнил. Надо же... Четыре официально разрешается. Если он развется, двоих выбросит, сразу можно двоих опять брать. Писали в Судан, и кажется, один двухсотую свадьбу сыграл. Но ни разу закон не нарушил. Он берет пятую, а четвертую выбрасывает. Строгие ребята там. И вот они сейчас за него ухватились. А он даже никаких. Он смеется, показывает. Жена первая, которая... И так говорит, ну так принято, законом улыбается. Я согласна. У него закон. И он об этом говорит. Обязательно, если сколько жен у него есть, две там, три. Одинаково... Все должно быть одинаково. Квартира не так, что вторую какую попал, а первую там забыл. Нет, одинаковая. Одинаковая еда, одинаковая одежда, одинаковые квартиры. У русских-то этого ничего нету. Наше дело не рожать. Сделали бежать. И ничего больше нет. А там-то он заботится. Вот это Наталья Тауса-то и говорит. Если он избежал от алиментов, его найдут. Его привезут. Его на площади будут на лоскутки драть. И он никуда больше не убежит. Он будет работать и платить. В этом-то вопросе-то... Что мы говорим? Сколько христиан тут? Да настоящих-то христиан-то может и нету. Потому что... Одна причина развода Господь указал. Неверность супруга. А патриархия утвердила сейчас 12 разных причин. 12. Ты что спрашиваешь? Это официально разрешенное. Даже хуже, чем у мусульман. Они говорят, а у вас сколько знают Библию? А сколько соблюдают? Да мало. Ему даже так и сказать. На него нападают. Думая этим, его свалить глупые. Он смеется над ними. И вторая жена, она рядом. Он танцует, ходит так. Какая-то там лезгинка у них или что положено-то где. На него приятно посмотреть. Да, он другой веры. И по этой вере, значит, будет судим. По нашим христианским меркам это не положено. А у них нормально. Еще ему и в раю обещанный гури. Что спрашивать-то? Вот он тут и гуртует их. Я смотрю, грешный человек. Что он интересно говорит? Вот выступает женщина там, говорит, молотит. Ну, ясно, что ее такую он никогда не возьмет. Как она выглядит против той, которую взял. А вот в Москве такой-то посредством. Вот показали там какой-то султан. Но у него 1600 квартир. Ему разрешается. Хотя в законе Моисееву было сказано, чтобы они увлекались, много жен не имели, и большое богатство не копили. А Соломон что? 300 жен, 700 наложниц. А у Давида сколько жен было? Вот мы считаем сыновья Якова. Они основатели каждого колена. 12 колен от 4 жен. Почему мы не возмущаемся? А они-то считаются не только основателями. Но когда в Апокалипсисе говорится 24 старца, то считают это 12, которые от колен. Основатели 12 апостолов. Мы ничего не можем сказать против. Поэтому мы должны смотреть здесь на божественный закон. Но он только действует на тех, которые по нему живут. А с других он по своему закону будет судим. Когда если он слышал. Ну тут длинный разговор. А те, которые его судят, они ничего вовняй не берут. Закон. Ну закон государственный, да. Ну теперь давайте подайте на него суд. У кого он что отнял? Если так-то разобраться. Если закон христианский-то убрать. Да их-то закон-то, он выше всяких государственных. Он заботится о ней. Она осталась без мужа. Мужа убили. Он берет ее вдову. Как их основатель религии делал-то. Берет третью, четвертую там погибли. А друзей, которые... Они все обихоженные, рожают детей и все. Ну тогда нам надо запретить ему монашество. Если так рассуждать-то. Тут уж вовсе мы никуда поехали. И вот когда на мусульманками во Франции, кажется, стали смеяться. Запрещать в платках ходить. Ну они восстали. Ну и там на компромисс пришли. Пусть христианки кресты не носят. Крест не видно там. Все равно снимите. Тогда мы платки снимем. А какой христианин будет снимать крест? Ну и оставьте от нас. И вот здесь я на это считаю. Смотрю. Бедные люди. И вот вы, ну хоть бы каких-то путных поставили. Приехали. Там такая по медицине. Тут оратор. Я уже сколько смотрел женщин. Я думаю, если бы тебе-то он предложил эти миллиардные квартиры и прочее. Ты не отказалась бы. А то он-то выглядит каким героем-то. Он сокол настоящий. Он и по виду, и по резвости, и по уму. Его нигде государственный закон не нарушает. Когда хотели его избрать президентом. А он запретил слово президент употреблять. Один президент в стране. Он определился очень четко. Глава администрации. И все эти президенты исчезли. Зато его инициатива была. А то президент такой-то республики и прочее. И вот он здесь начинает говорить, как нужно выглядеть. Как нужно говорить. Он закон придерживается, будь здоров. Как? Не просто. Ни одного своего, который там даже спортсмен ударил и убил одного. Он за него тоже как-то как осудили, заступился. В другом месте где-то вот сейчас было. Он сразу выступает в защиту своих. Его народ любит, уважает. И спрашивать нечего. Во-первых, его поддержка мощная от народа. А во-вторых, его совесть спокойная. По закону он ничего плохого не сделал. А что, богатые квартиры, там, апартаменты? Ну, он царь, султан. Падишах, как угодно назови его. Я в этом ничего не вижу, то, что бы меня задевало. А у меня сухарей, мешочек маленький есть. Понятно. Картошка кончилась, морковки потёр. Я ни грамма на полсекунды ему не позавидовал. Только помолился кривше. Приведи его, господи, с таким характером, чтобы он хоть перед смертью уверовал в тебя, господи, что ты из-за него умер. Вот коснулось бы говорить, а первое, что успел бы сказать ему, пока живой. Ну, я напоминаю всегда, что у меня в письменном виде от него благодарность за подаренные книги, которые он передал в церковь. Вот и весь сказ. На пустом месте, но когда они бьют по нему, и знают, что он герой Российской Федерации, и он не пошёл на то, чтобы его избрали, пока 30 лет не исполнится. Он дождал, занимался, заканчивал там университет, ну и всё остальное. Он во всём себя показал очень порядочным. А то, что где-то за границей кого-то, по его закону это так, родственников, которые подрывали, он всех охарестовал и сидит, как только троники, ваши родственники, говорят так. Ну, это всегда так делалось. Это мы видим, правители Израиля так поступали, в другом государстве, но убежал оттуда, достали, привели и убили. Они должны соблюдать главное безопасность государства. А тот, который там выступает, у него ничего нет. Это смуту набивающие люди. Он делает громадное дело. Мы живём спокойно. Вот и всё. Мы все должны молиться за него. А он говорит, у меня там отец погиб, там дядя. Я знаю, что меня убьют. Он даже не боится говорить об этом. А сам живёт настоящей, полнокровной, радостной этой жизнью. По-своему. Построил огромный, там, на сколько-то у него, я не знаю, на 40, что ли, тысяч мечеть. Это стадион настоящий. Самая большая в Европе мечеть. Чего вам надо ещё? Какой он милостивый к своим, которые пойманы, убийцы были, родители плащут, и он прощает их. У него христианский настрой. Я вот это всё вместе беру, когда я и так-то расположен к нему. А когда увижу вот такие дела, мне и нужды никакой нет. Они скажут, ну давайте до монашества, чтобы не было. Вы исчезающая нация, а у нас не хватает, бойцы погибают. Поэтому, ну и всё он оправдается. А в государственном масштабе он знает, что это хорошо. Вот с этой стороны, если беседовать, то тут делается понятно тогда. Ну понятно. Так кто про него говорил? Не решаются те женщины, которые... Я вижу, что она говорит. Она мямлит, сидит там перед микрофоном. Её совершенно не касается. Она деньги получает за это. И на неё смотреть и сравнить с тем, на котором он женится, или как первая жена у него, как она гладко одета, как будто из нашей общины вышла на улицу, где-то встретили. Красавица такая. Как он с ней познакомился. Он ни разу не подходил. И где-то было так на переменке, она пошла, и где лестница заворачивается, а он в это время мигом мигнул и подскочил. И что-то он то ли сказал, и говорит, я всё равно на тебе женюсь. Вот как. Он не позволил себе ничего делать до брачной ночи. В этом вопросе он пример для миллионов людей, которые этого не соблюдают. И вот он где выступает, говорит, где... Ну, какой правитель пойдёт так, что он нарушил. И тут же штрафовать ему там полицейские. Сейчас даёт. Ой, Рамзан Ахматович. Какой Рамзан Ахматович? Я нарушитель. Штрафуй меня. Может, это всё подстава такая. Но дальше он стоит там, где платить. В ГАИ в очереди. Ему не надо никакой. Я в очереди стою платить. Я нарушитель. Он показал пример. Никакая власть не спасает от нарушения закона. А вот он воевал, там русских убивал. Воевал, говорит, вся страна воевала. И мы воевали, и я воевал. Он и не скрывает этого. Меня убивали, и я убивал. Вот я об этом даже и говорить-то ничего не могу, кроме того, что до Христа так и было. Никак по-другому не было. И многожёнство в Израиле никогда не запрещалось. И Якова кто за это осуждает? В каком месте? Даже мы знаем, Лот с родными дочерями переспал, они забеременели. И то не осуждается. Он мучился там уже в Новом Забете поминается он. Как будто ничего этого и не было. Тут надо быть очень осторожным в суждениях-осуждениях. Был бы он христианин, о, тут бы да. В полный рост мы поставили щиты перед ним. А по его религии это так и положено. Ну, а теперь его и переубедите, что есть Христос, который будет судить его не по их книгам, а будет судить, как у нас написано. Евангелие Тиана 12.48. Вот. Слово его, которое говорил Христос, оно будет судить. 4.12. Диане апостолов прочитать, что без крещения никто не спасётся. Евангелие от Марка 16, глава 15 стих. Если бы он был христианин. А так я ему ничего не могу сказать. Конкретно вот сейчас бы, ну, здесь, мне сейчас кто-то звонит по стационару, у меня стационарный телефон, ну и какой-то звонит. полиция звонит. Полиция, ну, полиция, да и полиция, я не отвечаю. Проходит минуты две, звонит, конец тебе пришёл, старик, наконец-то мы до тебя добрались, это, собирай там вещи, рисовать. Ну, вот видишь, что говорят. Ну, я что, своё дело делаю, с тобой разговариваю. Слышишь, как головы воркают? Да, да. Ну, вот я слушаю голубей. Вот весь мой сказ. Господи, Рамзана этого каждый день мы поминаем в молитвах. Обрати, дай ему веру Христову и сохрани от покушения на него. Он делает большое дело, он покажет, сколько людей спас, жизнь не жертвовал. Он показывает высочайшую любовь, которую христианин не каждый покажет. Вот и всё. Ты, он патриот России такой, который не всякий-то патриот. Да. Он, не только он герой Российской Федерации, он по душе герой, не по этой железке. Ему равных никого нет среди глав администрации. Они только сидят здесь, в тихом месте, а через него какие проходят полщища, задержат, заранее узнают, свои люди. Несколько чеченцев были посланы туда, в Сирии, их каким-то образом узнали, и сразу казнили. Молодые люди. Тогда, когда там в Сирии помогала Россия, Сирии. Вот так. Так что, я молюсь за него открыто, и молитва за него идёт легко. Я могу сказать, моё впечатление. А у ложня обратиться, меня это не касается. Я молюсь о нём, чтобы его не было покушения на него. Ну и обратился ко Христу. Всё на этом. По своему закону он правильно поступает. Да, правильно. Там тоже не касается. Ну вот, ему предъявляют, что, как бы, вторая жена, а у нас в Российской Федерации можно только одну жену, но, естественно, она там, как бы, по-мусульмански-то, у них там есть неках, это как у нас венчание, неках. То есть, ты можешь даже государственно ничего не регистрировать, ты просто никак там мула прочитал, и она твоя жена стала. Поэтому он ничего не нарушил. Государственный закон не нарушил. Да, я про это и говорю. И поэтому, которые выступают, уже я на этих выступают, тогда женщины выступают-то. Я про себя только думаю. Если бы такой сокол-то за тебя посматрался, да ты бы, голубка, как миленькая, оделась бы, как шлейф там, на полметра ниже земли. Да. Ну, Игнать Ильич, благодарю по этому вопросу. Да, у нас раснащения тут нет никаких. Все. Спасибо.